Я сейчас буду ругаться матом. Вот это вот прикол! Такое впечатление, что и ты едешь в Камазе. О, поляк в трусах. Когда пьяный тракторист едет с поля домой, уже должно было отбить ноги. Очень мрачное. Позвоночник нужно будет сломать в четырех местах. Куча других недостатков. И это доставляет очень такой неприятный дискомфорт. Не верьте этой лопухе. Нифига хорошего из этого не получится. Друзья, всем привет! Что это такое? Маленький Таурег, как говорит один из наших заказчиков, который, кстати, очень хочет купить вот именно вот этот автомобиль. Либо же это раздутый поло. В этом обзоре мы сегодня это рассмотрим. Как по мне, с Таурегом у этого автомобиля общего ничего. Разве что значок на капоте. Больше ничего. И нет, общего у него все-таки есть. Это кроссовер. Это маленький, самый маленький среди ваговской группы кроссовер. Вот этот вот видео обзор, это делался обзор для всего лишь одного нашего заказчика. Но я точно понимаю, что тысячам остальных людей, которые смотрят наш канал, эта информация будет не менее полезна. Особенно, ребята, те, кто хочет купить себе Тикрос. Прошу, сначала посмотрите это видео, а после этого принимайте решение, нужен вам такой автомобиль или же не нужен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Было бы правильно рассказать про двигателя. Сейчас я открою капот, потому что эта машина досталась с мотором, который я еще даже не знал о том, что он здесь может быть. На момент, когда я этому автомобилю уделял внимание, это было начало 19-го года. Так вот, тогда были представлены только литровые машины. Там было два двигателя, один на 85 лошадиных сил, второй на 95 лошадиных сил. А еще позже появился четырехцилиндровый дизельный, турбодизельный двигатель. А литровый это трехцилиндровый мотор. Так вот этот вот мотор, это четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5. По-фольксвагеновски здесь все привычно. Мотор в центре, охлаждайка слева, аккумулятор справа. Все вроде бы банально, все хорошо. Турбина сзади, все точно так же, как и у других. Поэтому здесь особо делать нечего. Пошли внутри салона, потому что кроме вот этого двигателя, здесь, а этот двигатель он есть несомненным большим плюсом этого автомобиля. Так вот, кроме этого двигателя, есть здесь куча других недостатков. Внимание, двигатель работает. Ах ты же, е-мое, мистер очевидность. Когда садишься в эту машину, вот эта вот приборка, она высокая. Такое впечатление, что и ты едешь в КамАЗе. И получается так, что сама приборка, она выше капота. И если садиться, делать низкую посадку, вот, например, мне так удобно. И если для людей невысокого роста сделать то же самое, то будет очень некомфортно, особенно тем, кто ориентируется по габаритам. Потому что с такой посадки, когда приборка немножко выше, чем торпеда, то не видно конца капота, особенно если внизу сидишь. Самолеты летают как маршрутки. И это доставляет очень такой неприятный дискомфорт. Теперь, что касается по самому пластику. Я сейчас буду ругаться матом. Он нехорошего качества, назовем так. Ага, сработало в голове у кого-то само ругательное слово. Пластик здесь, в отличие от своих ближайших конкурентов, он очень пластиковый. Ну, в смысле, пластик-пластик. Он как у Ланоса. Единственная разница между этим пластиком и у Ланоса, если у Ланоса вот так вот взять, он со временем будет поскрипывать. Я не знаю, что здесь будет со временем, но пока не скрипит. Справедливости ради надо сказать, что у предыдущего пола, или же кросс-пола, да и, в принципе, у пола нынешнего, эта приборка, она мягенькая. Слышите? Тишина. Ну, это нифига не шумоизоляция, это просто дорога здесь хорошая. А шумоизоляция, на самом деле, здесь не очень. Часы почти как на Роузе. Ну, правда, с единственной разницей, что в Роузе очень классная шумоизоляция. Когда едешь в Роузе, то слышно, как часы тикают. А здесь слышно все, что угодно, но точно не как тикают часы. Шумоизоляция, она здесь вообще очень мразь. Ну, как очень мрачная? Она здесь, наверное, есть где-то пару листов на днище, потому что колесные арки слышны. Каждая ямка, камешки, слышно все. Ну, и это Б-класс, поэтому, может быть, это нормально, но, как бы, по моему мнению, даже для Б-класса это, ну, не очень. Вот эта приборка, вот оснащение всего этого автомобиля, это, можно сказать, максимальный жир, ну, или фактически максимальный, который доступен в этой комплектации. Здесь даже вечером обещают, что будет светиться подсветка. Я еще, правда, не видел, но вроде бы как должна быть. Руль здесь стал более прикольным. Вот даже некоторые Таурэги могут позавидовать количеству кнопок, которые есть на руле. А так, в общем и целом, удобный, очень удобный. Подвеска тихая, эргономичная, ну, имеется в виду, ямы она глотает, как таковых ям я еще не хватал, да, негде их здесь взяться. Сейчас есть идея выехать на проселочную дорогу, вот там вот они будут, и там попробуем пробить подвеску. Хотя здесь такие проселочные дороги, что попробую еще найди ту дорогу с той ямой, которая сможет пробить подвеску. Ты, е-мое, пролетел мотоциклист, чуть с копыт меня не сбил, испугал. Еду себе по поселку, никого не трогаю. Блин, кстати, нифига неудобная здесь посадка в этом автомобиле. Ну, очень неудобная от слова совсем. Вот еду я вроде бы недолго. О, поляк в трусах. Здоровенький були. Посадка здесь неудобная, у меня болит спина. Еду на этом автомобиле я сравнительно недолго, вот последний час, наверное. И если в предыдущих автомобилях меня утомляла езда иногда каких-то там через 500-700 километров, то здесь это произошло через 2 часа городской езды. Зато здесь 7-ступенчатый автомат DQ200. Это сухая коробка, но она типа модная, модернизированная. В 2019 году там еще что-то поменяли. Пока снаружи автомобиля расскажу про внешний вид. Мои впечатления от этого автомобиля. Вот это вот противотуманка, на мое мнение, позаимствована у Citroën. Если посмотреть в бок, то как по мне, есть легкие нагадывания Volvo XC40. Хотя опять-таки, Volvo, я любитель Volvo. Возможно, я в этом нахожу какие-то грани между вот этими арками. Сзади, если посмотреть, там есть Штахетина. Пошли посмотрим. Да вот это вот легкий закос под Audi Q7 с одним отличием. У Audi Q7 вот здесь вот светодиодная панель, а это простой отражатель. Ну, вот такие вот катафоты, как в селе на велосипедах Украина с моего детства вешали на колеса для того, чтобы, когда пьяный тракторист едет с поля домой и в свете фар, чтобы хотя бы его как-то было видеть. Потому что на автопилоте рулит, вижу цель, не замечая препятствий. Эту машину ночью тоже будет видно, хотя сравнение с катафотами Украины так себе. Здесь нет антенки. Где антенка? Антенка. Антенку открутили. Антенки здесь нету. Ай-яй-яй. Нет антенки, плохо работает радио. Но зато здесь есть классная заглушка. Классная заглушка, которая даже почти подходит под автомобиль. Внешне классный, внешне интересный. И вот это та машина, которая внешне, ну, лично по моему субъективному мнению, нравится мне немножко больше, нежели она нравится внутри. Обычно наоборот, внутри все прелести автомобиля запихнули, а снаружи оставили лишь только то, что оставили. Но здесь ситуация как раз ровно наоборот. Снаружи машина класс, изнутри пошли смотреть. Музыка. 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 производитель обещает что здесь очень классный большой вместительный багажник что-то вроде 375 литров которые достижимые путем того что этот пол он опущен вниз он регулируется ставится выше на 15 сантиметров ставится ниже что прикольно ути кросса это то что у него багажник можно сделать такой некий трансформер здесь конечно может еще поместиться запаска но наверное на за отдельное бабло продается вот так вот ближе ставится и получаем такой трех большой багажник то есть на сколько тут сантиметров 15 наверное вниз и по объему можно зафигачить больше туда влазит полтора чемодана и в общем то в общем то и все но и здесь другая прелесть сейчас покажу для того чтобы увеличить багажный отсек вот эту штуку можно отодвинуть что-то там в районе 15 сантиметров или 14 или больше 15 ну в общем как то вот так она отодвигается но при всем при этом для задних пассажиров нифига не остается места заднему левому пассажиру уже должно было отбить ноги это грубо говоря я сижу за рулем и я причем не высокого роста я вот рост средний у меня 172 сантиметра но садясь за руль с ростом 172 сантиметра заднему пассажиру если увеличить багажное отделение нифига места уже не останется ладно здесь другой прикол тут еще можно сейчас для удобства здесь это место можно еще увеличить путем того что разложить и якобы здесь должен получиться ровный пол но даже если его поднять на вот этот уровень пол здесь ровным не получится здесь будет все равно такой некий переход даже если отодвинуть сидение назад спать здесь будет крайне неудобно поверьте много спал в машинах в разных я понимаю чем я говорю плюс вот здесь не поместится человек но кстати вот здесь вот эту штуку вот эту штуку как-то вот так можно удлинить и тогда во весь рост здесь можно поместиться единственное что позвоночник нужно будет сломать четырех местах для того чтобы здесь было удобно лежать без матраса да в принципе с матрасом ладно спать тут не получится зато здесь получится перевести некий какой-то другой груз что в принципе volkswagen и пола а именно на базе этого автомобиля построен t-cross сюда можно вложить грузом намного больше нежели в пола есть другая идея как эту штуку можно использовать сейчас покажу нифига себе какой надо какую надо иметь силу чтобы его чтобы его сейчас мы это все вернем назад на родину и здесь можно вести такой классный образ жизни за рулем ехать наслаждаться нифига хорошего из этого не получится объясню почему ноги находятся выше вот это сидение находится выше чем вот это и соответственно посадка человека она ну грубо говоря такая очень большая нагрузка на колени мы сейчас стоим у меня нету и для того чтобы почему неудобно потому что спина прогибается и если сидеть вот так короче вот это вот сидение она значительно выше чем вот это и получается ноги идут выше в напряг большое напряжение в коленях не получится тут ехать комфортно вот так ехать намного комфортнее вот так ехать намного прикольнее поэтому то что рассказываю что есть тут типа лакшери можно запросто опрокинуться вперед ребят нифига неудобно не верьте этой лопухи а еще плюс от обычного пола то что здесь выдвижной подлокотник и он регулируется по высоте в простом пол этого нету хотя могу ошибаться ребят у кого есть пола напишите в комментариях действительно ли я ошибаюсь или же подлокотник все-таки можно регулировать и по высоте и по выдвижению по моему нельзя если подвинуть полностью прошла легенда если подвинуть полностью убрать вовремя руки чтобы они не прибились задними этими упереть коленями нифига не удобно объясню почему все равно колени суда это если бы вот так то да если бы колени возле сдержались но тогда здесь прогибается спина с учетом того что мы максимально подвинулись вперед хотя если предположить что человек будет немножко большего роста грубо говоря где-то метр девяносто пять то тогда наверное ему будет комфортно наверное но это не точно надо проверять в общем по-царски здесь как в обзорах рассказывают с комфортом нифига не получится проехать поверьте мне я понимаю про чего я говорю хотя мне не больная спина но вот здесь я чувствую очень себя некомфортно поэтому ездить вот так гораздо хуже но если сесть вот так то можно сказать интересно тут наклоняются спинки по тут спинка регулируется по наклону вот это вот прикол грубо говоря по с переднего пассажира выгнать еще чуть-чуть вперед здесь колени упрутся в сиденье но зато можно будет комфортно ну как комфортно условно комфортно но тем не менее передвигаться лучше нежели сидеть на табуретке на лавочке в этом есть естественный плюс касательно самой обивки сидений исполнения сидений они очень качественные не прикольные они даже ну не могу сказать что я в них потею хотя нет есть те которые синтепоновые вот старые тепла на сячи и все там потеешь пипец здесь нет здесь какой-то эффект есть обдува поэтому да я здесь не потел в этих машинах в кожаных сидениях действительно слегка подпотеваешь но само качество этих сидений хорошие мне нравится но сами сидения как они сделаны табуретка табуреткой ну от офисного стула отличается лишь только тем что у него нет вот этих боковых подпорок а так до офисное кресло комфортнее поверьте вам но вот то убил офисное кресло которое у меня стоит она далеко не самое дорогое стоит что-то там в районе 100 долларов но она комфортнее там я провожу много времени за монтажом много времени когда что-то делаем так вот там мне сидеть находиться комфортнее хотя там тоже нет поясничной поддержки вот почему так делают непонятно для того чтобы отсюда вылезти все равно нужно отодвинуться назад отодвинуться назад когда будет полностью забит загружен багажник это будет крайне некомфортно особенно если этот человек высокий вот что касается внешности автомобиля еще одна непродуманная тема здесь вроде бы есть ручка за которую нужно схватиться но вот эти упоры они такие настолько жесткие что вот опуская сюда уже тяжело и надо убрать руку и то есть надо либо же глубоко нажать либо же если вот так как другие то она может отвернуться наверх поэтому крайне неудобно ее закрывать в остальном вот этот вот автомобиль он мне снаружи нравится больше чем изнутри возможно здесь есть некие последствия вот что-то от volvo v40 особенно вот здесь вот это вот незаконченная линия вот эти вот опять-таки volvo volvo это наверное потому что я больше любитель volvo и я не верю что volkswagen плохой но машина которая имеет вот такое вот отличие закос под внедорожные свойства она должна быть как минимум полноприводная t-кроссов полноприводных нету хотя можете что-то не знаю я 1.5 мотор тоже не видел да тут балка стоит их полноприводных нету то есть как я знал так и понимаю полноприводных их нету не 1.6 дизель не литрового не полтора литрового не все переднеприводные так вот нафига внедорожнику быть переднеприводными по стоимости данного автомобиля вот если посмотреть эту машину на мобайл диету получится более 5000 автомобилей это при условии что машина с 21 года больше 5000 машин продается но если ограничить поиск путем того что поставить бензин полтора литра и поставить до 50000 машина останется меньше 50 и средняя стоимость этой машины 26 тысяч евро это при условии покупки автомобиля по бруто а именно здесь так продают автомобили на экспорт но если мы покупаем этот автомобиль для наших заказчиков то это естественно цена нет это 21 700 чет такое 21 800 если быть точным так вот 21 800 с растаможкой с пригоном с пенсионным фондом эта машина встанет в украине 27 тысяч с копейками евро считаем 27 за 27 тысяч евро можно купить нормального например годов так пятнадцатых семнадцатых нет семнадцатых нет года пятнадцатого можно запросто купить q7 с трех литровым дизелем в нормальном состоянии но только это будет 7 ладно окей то рек возьмем большого брата то рек большой за 27 купить 15 16 года ну запросто в элементе можно приобрести но это будет то рек это будет большая машина это будет полноприводная машина это будет трехлитровый дизель это будет так как хотят многие так как хотят все поэтому 27 дорого для этого автомобиля или нет решать конечно не мне но 27 тысяч евро за автомобиль двадцать первого года с dq 200 сцепление ходит здесь 150 170 тысяч и потом добрый день приезжайте его менять на сервис чего нельзя сказать про мокрый dsg который к тому же еще переваривает намного больше момента но здесь нету мокрого dsg здесь есть он только сухой встречается в этом автомобиле находясь в этой машине второй день я реально понимаю что я от нее устал и причем устал от посадки здесь мне напоминает эта машина в духе как делают китайцы они туда пихают все всякие помощники здесь точно так же как во многих китайцах есть контроль мертвых зон здесь есть удержание полосы и Держание полосы – это вообще отдельная тема вот едешь отпускаешь машину в полосу то есть если практически все машины которые я выбирал и тестировал отпускаешь машину нацепляется к одной полосе пусть вправо или пусть в левой и вдоль неё едет вот это же машина отпустил её и она вот в этой полосе между этой полосой болтается отпускаешь рулем вы ехают за правую полосу только выехал за правую вернулся обратно в левую едет за левую выезжать за нее и вот так вот а потом ещё пищит схватите руль и отпускаю руль нифига на ней держит такая поддержка шаш стремно отпускать ну ладно вот допустим практически ровно участок дороги сейчас дорога слегка будет уходить в сторону точно такая ситуация как была в туннеле ну в туннеле что нет отпускаю руль как отпускаю спорно отпускает все равно выехал за полосу но при этом он подвели типа типа едет уже пошел уходить с полосы сейчас пока никому нету отпускаю я руль и вот он сейчас должен держаться держится держится дорога пока прямо вот дошел до одной полосы идет до другой и короче надо брать свои руки получается так что вот есть полоса я между полосами так от одной другой от одной другой вот так вот бегаю прыгают даже люди он едут на меня смотрят как на идиота как вот так вот мне даже вчера когда я ехал начали сигналить потому что со стороны когда вот машина вот так едет по дороге смотрится как будто бы пьяный водитель за рулем хотя это совершенно не так я трезвый и кстати о трезвости как-то по пьянке сказал что до 20 это было при 20 тысячах подписчика где-то 25 что-то около этого я сказал что до 100 тысяч не пью и вот до 100 тысяч меня все видят трезвым надо про циказать взяли ускоряется этот автомобиль с полтора литровым мотором я думаю что тут камер нету сейчас я посмотрю если тут камеры так поехали 100 ну я не знаю секунд 9 наверно с половиной до 10 надо будет таймер поставить конечно так себе по исключительно моему мнению вот этот вот тикрос он либо не до внедорожник либо же перри хатчбэк потому что хатчбэком ее уже точно не назовешь это очень малоразмерный кроссовер городской назовем его так но он не полноприводный поэтому внедорожника здесь только вот эти вот лепестки пороги и наверное все больше ничего а ну еще увеличенный дорожный просвет здесь дорожный просвет что-то около 16 сантиметров дорожный просвет он же клиренс если кто не знает эта точка от дороги до минимальной точки кузова как правило это где-то впереди двигатель так вот здесь такой дорожный просвет 16 сантиметров если опять таки меня не изменяет память могу ошибаться вот такой вот дорожный просвет он спасает от бордюров то есть городе очень хорошо будет залезать на бордюрчики где-то вот на такой дороге если где-то увидите легкие ухабы тоже запросто проедете только потому что здесь увеличенный дорожный просвет на этом прелести этого автомобиля и внедорожных качеств заканчиваются больше я их просто не вижу в данном случае это комплектация досталось r-line но кроме того что у нее есть агрессивная внешность больше ничего на мощности это никаким образом не отображается вот двигатель какой у нее есть что на обычном что на ирлане он абсолютно один и тот же что касается помощников которые тут есть значит есть здесь голосовое управление и здесь адаптивный круиз-контроль адаптивный круиз-контроль это когда вы выставляете расстояние до впереди идущего автомобиля машина сама разгоняется сама замедляется здесь есть удержание в полосе движения здесь есть мертвые зоны вот зажглось красавчик здесь есть электро зеркала подогрев складывающиеся зеркала складывающиеся зеркала до зеркала складываются хорошо здесь есть моргающий дальний свет имеется ввиду автоматически загружающий когда идет машина впереди идущая а ну-ка автомат нифига его здесь нету они автомат есть включаешь дальние на автомате если идет впереди машина или же вы едете за машиной вот здесь у стоит датчик камера он это видит и он выключает дальний свет чего здесь еще есть музыка медиа надо хоть включить источник fm ну пусть будет этот штерн сайт секс того куст типу альтыш музыка здесь неплохая конечно не передаст колонка но объем глубина чистота звука здесь вполне нормально а если здесь включить чего-нибудь через bluetooth особенно формате флок то будет вообще очень хорошая глубина и баса и высоких частот и объемного звука по колонкам здесь их 8 штук по всему салону сабвуфера здесь нет но даже если обратить внимание на слова нашего заказчика и это маленький детеныш туарега так вот этот маленький детеныш туарега построены на платформе м кубе а 0 это audi 1 это skoda skala это сиат ибитса это volkswagen polo это еще несколько автомобилей это seata rona и еще кто-то там точно не помню кто не будем о плохом потому что в любом случае кто-то меня захейтит и скажет что я излишне придирчив к этому автомобилю у этой машины есть и куча хорошего кому будет полезна эта машина непосредственно конечно молодежи вот и машины хорошая посадка в отличие от пола он посадка здесь естественно выше здесь есть адаптивный круиз как я уже говорил здесь есть камера заднего вида что камера Portima тут есть камера а она что-то не включалась только включался день чем падронник на патроник включался один только парктроник наверное она где-то включается потому что когда я ездил вчера камера не включалась сейчас порой с настройках если есть камера обычно должна отключаться очень полезно будет многим девочкам которые научились только ездить и не понимают куда парковаться что видеть сзади как в этом ориентироваться по боковым зеркалам все это видно в камеру не очень хорошо реализован парктроник особенно направление движения камера заработала отлично ура вот передний парктроник так это типа выключить автоматом учить выключить вот непонятно включен он или выключен вот так наверное он включен до или выключен непонятно желтый ключ короче вот так вот работает поэтому пусть пока работает и вот это что впереди сзади ну непонятно пить так тут есть еще навигация 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 включается то что есть камера это уже офигенно здоровый плюс здесь есть передние парктроники задний парктроник еще только черта лысого здесь не хватает даже часики есть на приборке как практически как у rolls-royce с одной небольшой разницей того что у rolls-royce они настоящие механические и когда едешь салоне слышно как они тикают а здесь кроме того что шум в салоне никакого тиканье часов не будет слышно даже если не тому будут потому как шумоизоляция здесь очень мрачная есть автомобили где дискомфорт ощущаешь уже проехал там 500 700 километров вот да там есть дискомфорт там его ощущаешь там есть такое непонятное ощущение неуютности на этом автомобиле я езжу второй день я не ездил на нем на длительное расстояние я на этой машине перебегаю передвигаюсь только по берлину и его окрестностям я сел за руль 35 минут назад я уже устал неудобная посадка у этого автомобиля кто бы чего мне не говорил кто бы чего не рассказывал это факт по моему мнению почему не таких автомобилей потому что за те же деньги можно купить уже audi q5 можно купить тот же самый то урок пусть постарше но тем не менее и ну хорошо пусть 18 года двухлитровый постараться можно вложиться купить q5 q3 точно с ногами руками влетит но эта машина будет больше эта машина точно будет полноприводная и она проедет куда дальше чем вот этот вот малыш но тем не менее все равно сделал volkswagen такой автомобиль не так много их на дорогах как хотелось бы хотя в европе действительно много вот у нас на украине он не прижился он красивый у него есть отличные линии он точно будет пользоваться спросом молодых айтишников которые нужно проехать из дома в офис и потом приехать обратно у каких-то молодых домохозяй у молодежи вот эта машина точно будет пользоваться спросом ребят этот автомобиль заказчик от него отказался в пользу другого автомобиля я показал прелести недостатки этой машины а парень все-таки думал что в салоне он немножко больше этот дядька ну немножко больше нежели я если мне здесь некомфортно в этом автомобиле то ему подавно будет некомфортно в этот раз мы уезжаем из берлина ни с чем вон аэропорт там же я сдам этот автомобиль два дня пребывания не достигнули результат это тоже результат и в данном случае пусть он лучше будет таким нежели человек будет мучиться в этом автомобиле дальше хотя из тех обзоров которые я видел в восемнадцатом году или же в девятнадцатом году все про эту машину рассказывают что она ну почти богиня но по факту это далеко не так ребята спасибо большое что досмотрели это видео до конца но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока это же она она же переднеприводная вот как понять машина мальчик или машина девочка вот машина девочка она имеет передний привод а машина мальчик он имеет задний привод имеет кардан у этой машины кардана нет поэтому эта машина девочка поэтому она ну смысле могла бы быть богиней но не этого сюжета все полетел я в аэропорт отдавать машину отдавать садиться на рейс и лететь в киев ни с чем в этот раз она конечно классно без ключей куда-то ехать за два дня поездок и практически городского цикла режима я наездил целых 8 литров и лишь 12 евро в европе не могу сказать что это прожорливый автомобиль но по сравнению с дизелями он такой слегка прожористый но однозначно могу сказать что употребляет топлива крайней мере по первым ощущениям меньше чем audi a3 а